В Сочи снова произошел пожар в жилом доме, на сей раз по вине нетрезвых мужчин. В Абхазии пойман леопард, который воровал кур. Специалисты предполагают, что это один из трех леопардов, выпущенных в заповедник. Объекты размещения должны быть готовы к зимнему сезону до 15 декабря. Именно после этой даты в Сочи ждут новый туристический поток. Просто о сложном. Школьникам рассказали о толерантности. В Сочи прошли футбольные уроки под эгидой FIFA. Дома обманутых дольщиков на Кубани достроят до конца 2020 года. Этот срок обозначил Вениамин Кондратьев. Речь только о тех многоэтажках, которые официально зарегистрированы в Краевом реестре. Губернатор провел встречу с участниками долевого строительства и главами муниципалитетов. На совещании проверили реализацию дорожных карт. Такой план действий должен быть составлен по каждому проблемному объекту. Подробнее наши краснодарские коллеги. Седьмое небо по волнам мечты – территория счастья. В эти названия жилых комплексов верил каждый, кто вложил свои деньги. На деле же они получили недостроенные дома и гору проблем. 800 человек в Крае официально признаны обманутыми дольщиками. На совещании в Краевой администрации сегодня они в большинстве. Пришли даже те, кого представители муниципальных властей вовсе не ожидали увидеть. По поручению губернатора районные и городские главы должны были разработать план, как завершить возведение каждого долгостроя. Их копии направить региональным властям и самим дольщикам. Последние заявляют – документы к ним не дошли. Вы дали четкое задание – предоставить план-график. Не поверите, ничего предоставлено до сих пор не было. Уважаемый Илья Иванович, поручение выполнено, план-график предоставлен до конца. Вы с ними же контактируете, чтобы люди понимали, что их ждет через неделю, через месяц и к концу года, что их ждет. Тот график, который вы дали. Вы кому дали? Предоставили и инициативной группе, и отчитались перед Андреем Анатольевичем. Где этот график? Илья Иванович, на сегодня графика мы не видели в репортаменте. Вы между двоих можете разобраться? До конца совещания. Этот график, он сидит, Ирина? Вы ей и Андрею Анатольевичу на стол положите, и Сергею Анатольевичу. Вот до конца совещания вы можете выйти и принести этот график. Есть предел терпения моего. Я понимаю, что вы стараетесь, но дело в том, что мне нужен результат, а не видимость действий. Ждать окончания совещания не пришлось. Все бумаги были переданы уже через несколько минут. Чтобы достроить проблемные дома, практически в каждом случае приходится привлекать новых застройщиков. Сегодня они тоже за столом переговоров. И к ним такое же требование губернатора – составить график всех работ. Ведь есть примеры, когда новый застройщик годами не может завершить возведение многоэтажки. Например, как это случилось в Новороссийске, где у подрядчика просто не хватает денег довести дело до конца. Уже есть два соинвестора, которые предварительно согласны участвовать в строительстве наших объектов. И к концу ноября мы готовы представить отчет о проведенной работе по привлечению соинвесторов. От этого результата будет зависеть уже сроки завершения работ по объектам. Вы изначально или прибыль уменьшите, или аппетиты. То есть не нужно брать застройку того, что не можете построить. Дайте тот алгоритм, который их обнадежит. И не то, что обнадежит, вы еще его реализуете. Этот алгоритм. На совещании глава региона детально разобрал ситуацию самых проблемных объектов. Больше всего таких домов, конечно, в Краснодаре. Сегодня практически по каждому найдено решение. Долгострои есть в Сочи, Анапе, Новороссийске и Горячем Ключе. Согласно составленным дорожным картам, достроить многоэтажки планируют до конца 2020 года. Но это только те дома, которые зарегистрированы в краевом реестре. А дольщики официально признаны обманутыми. И чтобы выполнить эту задачу, необходимо уже сейчас приступить к работе с инвесторами, считает Кондратьев. Все равно слабо, я считаю, ведется поиск тех инвесторов, которые будут достроивать. Слабо. Вместе тогда давайте понимать, неважно, это будет администрация тех муниципальных образований, где эта проблема существует, краевая администрация, непосредственно дольщики. То есть весь спектр возьмите, рассматривайте, лишь бы была уже гарантия, что дом достроят. Все коллеги, которые от власти здесь сидят, мэры городов, руководители департаментов, управлений, вот никакие объяснения, почему не получилось, мне не нужны. Вы можете мне вообще ничего не говорить, ничего промежуточно не докладывать, но результат выдать. И все проблемные дома, которые сегодня проблемные, должны перестать быть таковыми. Все. Вот это все, что сегодня мне нужно. Разговор на эту тему было принято продолжить. По поручению Вениамина Кондратьева в крае создадут координационный совет, в который также войдут руководители всех силовых структур. Первое заседание проведут уже на следующей неделе. Мария Крошный, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань, 24, Краснодар. Почти 4,5 миллиона саженцев винограда в этом году высадят на Кубани. Земельные участки, где разобьют благородную лозу, сегодня осмотрел Вениамин Кондратьев. Глава региона побывал в поселке Виноградный под Анапой. Там выращивают ягоду для производства вина. Саженцы привозят из питомника, который в этом году открылся в Темрюкском районе. При этом планируется, что в будущем там вся пригодная для выращивания винограда земля будет занята только кубанскими сортами. А это около двух тысяч гектаров. Вениамин Кондратьев отметил, что это серьезный шаг к импортозамещению в сельском хозяйстве. В память о жертвах авиакатастрофы ТУ-154 под Сочи установят мемориал. Заместитель главы Минобороны Российской Федерации Николай Панков и адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей погибших, обсудили проект. Министерство обороны оказывает помощь родным погибших в авиакатастрофе, произошедшей в декабре прошлого года. Вопрос находится на личном контроле у руководства ведомства. Отдельно прошло обсуждение пожеланий родственников погибших к архитектурному и художественному оформлению мемориального комплекса. Было принято решение о дальнейшем тесном взаимодействии с Министерством обороны, сообщает ТАСС. Где именно будет установлен памятник, пока неизвестно. Напомню, самолет ТУ-154 25 декабря 2016 года пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза». Всего 92 человека. Тему финансовой образованности населения обсуждали на Всероссийской конференции, которая открылась сегодня в Сочи. Она так и называется «Повышение финансовой грамотности в Российской Федерации от реализации проекта Минфина России к запуску государственной стратегии». Подробности у Елены Овсецной. Стратегия повышения финансовой грамотности населения утверждена в нашей стране в этом году. Документ, работа над которым велась три года, дает старт новому этапу реализации государственной политики в сфере финансового образования. Государственная стратегия рассчитана в первую очередь на молодежь и детей, и в будущем управлять финансами. А пока учиться работать с личными финансами, уметь их планировать и знать, какая существует система защиты прав потребителей финансовых услуг. Одним словом, становиться финансово грамотными людьми. Такая грамотность, считает Министерство финансов, такой же важный навык, как умение считать, читать или пользоваться компьютером. Но зубрить финансовые правила должно быть интересно, а не скучно. Обучать АЗАМ обращение с деньгами будут 8 тысяч педагогов. В счет 12 на сегодня проходит специальную подготовку. Участники сегодняшней конференции знакомились с внедрением данных программ в школьное образование. Это важный этап начала работы, поскольку очень хотелось, чтобы мы все видели стратегию одними и теми же глазами. И содержательную часть наполнения нашей будущей работы тоже видели одинаково. Проект финансового образования начинает реализовываться с этого года во всех регионах страны вплоть до 2023. За это время финансовая грамотность людей позволит развивать и финансовые рынки, и формировать инвестиционные ресурсы. А на Кубани данной темой занимаются с 2008 года. Мы сейчас работаем над стратегией развития Краснодарского края до 2030 года. И понимаем, что главным драйвером роста экономики и повышения уровня социально-экономического развития будет человек. И от того, насколько этот человек будет грамотен во всех отношениях, в том числе и финансово, зависит благополучие, в частности, нашего края. Для такой масштабной работы, как повышение финансового образования, привлекают Банк России, Пенсионный фонд, Министерство образования, Роспотребнадзор. А уже в рамках этой всероссийской конференции в пятницу пройдет чемпионат по финансовой грамотности среди учащихся школ в Сочи. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинские фермеры могут получить заем на выгодных условиях. Фонд микрофинансирования, учредителем которого является администрация Краснодарского края, предлагает предпринимателям возможность получить деньги с минимальной переплатой – 5,5% годовых. При оформлении такой меры поддержки фермерам не придется нести дополнительные расходы на комиссии и страховые выплаты, отмечают в пресс-службе Департаменты инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Чтобы воспользоваться услугой, заявителю необходимо быть зарегистрированным на территории края и работать в сфере производства, переработки, хранения сельскохозяйственной продукции. Средства предоставляются за приобретение производственного оборудования, транспорта, нежилых помещений, земель, сельхозназначения, сырья, семян, посадочного материала, удобрений. Подать заявку, а также ознакомиться с условиями получения средств можно на сайте фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. По интересующим вопросам можно обратиться в Сочинское представительство фонда по адресу улица Конституции 18, офис 620 или позвонить в Краснодар на номер 298 0808. Объекты размещения должны быть готовы к зимнему сезону до 15 декабря. Именно после этой даты в Сочи ждут новый туристический поток. Гостиницы от больших до самых компактных сейчас проходят проверку. Готовятся не только отельеры, но и городские дизайнеры. Территории объектов размещения, как и улицы курорта, должны засиять новогодними огнями. Как это будет выглядеть, рассказали на специальном совещании. Встретить гостей курорта нужно не только радушно, но и красиво, говорят участники совещания. Именно поэтому еще за месяц до старта зимнего сезона идет разговор о новогоднем оформлении Сочи. Концепция продумана и полностью соответствует Черноморскому курорту. Для оформления объектов санаторно-курортного комплекса и прилегающих территорий разработали общий дизайн украшений в морском стиле. Уже по информации туроператоров сочинских, федеральных туроператоров, у нас загрузка коронавирусных сезонов курортов на сегодняшний день составляет порядка 90%. И прогнозные числа это на 7% больше, чем в предыдущий курортный сезон. Основные элементы украшений – ракушки, морские обитатели, спасательные круги. Впрочем, фантазию предпринимателей не будут ограничивать. Не запрещается создать и свой декор. Главное, чтобы прослеживалась тема – море. Но одно дело украшения, другое – готовность гостиниц принять постояльцев. Сейчас в Сочи работают специальные группы, которые проверяют звездный статус различных отелей и соответствия нормам. У нас ежегодно проводится работа по обследованию отелей, мест размещения операторов питания, кто здесь размещается. Работа эта не прекращается. Исправить все недочеты, установленные комиссией, и завершить подготовку к празднику необходимо до начала горнолыжного сезона. Последний срок – 15 декабря. Кстати, новогоднее настроение будет не только вокруг объектов размещения, но и на улицах города. Совсем скоро там появятся прозрачные скульптуры дельфинов, медуз, морских котиков и даже большой осьминог. В пятницу 17 ноября на улице Мира будут ремонтировать водовод. В связи с этим с 10 до 17 часов без водоснабжения останутся абоненты на улицах Школьная, Урожайная, Тополинная и переулка Донецкий. К другим новостям. В Сочи снова произошел пожар в жилом доме. На сей раз по вине нетрезвых мужчин. Возгорание произошло на Бытхе на улице Ясногорская. Как сообщает Живая Кубань, в 9 часов вечера произошло возгорание в одной из квартир жилого дома. На место прибыли три пожарных расчета. Ликвидировать пожар удалось спустя 30 минут. По словам очевидцев, в квартире находились два местных жителя в состоянии алкогольного опьянения. От госпитализации они отказались. В Абхазии жители села поймали леопарда, который воровал у них кур. Специалисты предполагают, что это переднеазиатский леопард, вышедший из заповедника год назад. Жители абхазского села Лыхны ночью наткнулись на хищника, который долгое время воровал их домашний скот и птицу, сообщает блокнот «Краснодар». Хозяева дома после регулярных исчезновений домашнего скота установили на территории двора специальную ловушку, в которую и угодил ночью леопард. В июле 2016 года трех особей выпустили в природу из центра реинтродукции. Специалисты снабдили леопардов ошейниками. При этом за хищниками велось видеонаблюдение. Однако вскоре один из них исчез с радаров специалистов. Сейчас решается дальнейшая судьба леопарда. В Сочи по горячим следам задержан подозреваемый в разбое. Звонок в дежурную часть полиции поступил от директора супермаркета. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, похитил с прилавка несколько палок колбасы и скрылся. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей. В магазине все спокойно, но только покупатель кладет колбасу не в корзину, а себе во внутренний карман куртки. А дальше все развивалось стремительно. Охранник сделал ему замещание, но гражданин, угрожая ножом, покинул магазин. Преступление удалось раскрыть благодаря своевременному обращению в полицию. Была изъята запись с камер видеонаблюдения. И уже через час на рядом патрульно-постовой службы данный гражданин был задержан. Им оказался 45-летний житель соседнего региона, ранее неоднократно судимый. Так как мужчина находился в состоянии опьянения, свои действия объяснить не смог. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Вопросы миграционного законодательства обсудили в Сочи. В мэрии состоялась встреча представителей национальных объединений города с руководством отдела по вопросам миграции УВД курорта. В Сочи проживают представители множества национальностей. Взаимодействие с представителями национальных объединений направлено прежде всего на информационно-разъяснительную работу и предотвращение конфликтных ситуаций. Намного проще проводить события на международные мероприятия, значимые в городе, в котором нет межнациональной розни, нет разговора преступности и так далее и так подобное. Поэтому, конечно, всем вам за это большое большое спасибо. Также обсудили незаконную миграцию и нелегальную трудовую деятельность иностранных гостей. С начала года подразделениями Сочинского УВД поставлено на миграционный учет более 158 тысяч иностранных граждан. От работодателей за этот же срок поступило лишь 8,5 тысяч уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами. Неоднократно проводились рабочие встречи и с вестителями прокуратуры, и субъектами судов. Там позиция однозначная. Если гражданин является уже таким способом вооружителем, то меры принимаются самые жесткие. В целях противодействия незаконной миграции сотрудниками УВД проводятся комплексные профилактические операции. Названий у них много. Дебитор «Юг», «Патент», «Нелегал», «Резиновый адрес». Но все они направлены на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства. 16 ноября во всем мире отмечают День толерантности. Согласно декларации принципов терпимости, которая была принята членами ЮНЕСКО в 1995 году, все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Это утверждение также входит и в принципы работы ФИФА, чтобы рассказать детям. А такой, на первый взгляд, несложной теме. В образовательных учреждениях городов-участников Чемпионата мира по футболу прошли специальные уроки. Согласно декларации терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание культур мира, форм самовыражений, способов проявлений человеческой индивидуальности. Именно об этом на специальном футбольном уроке и рассказали сочинским школьникам-волонтеры Сочинского государственного университета. Именно спорт, а в данном случае футбол, является важнейшим объединяющим фактором для людей со всего мира. Футбол, наверное, действительно самый популярный вид спорта. И через футбол люди объединяются. Они вроде бы две команды играют, соперничают друг с другом, но они даже в начале матча жмут руки, обмениваются символикой, талисманами. И показывают всему миру, что вот мы разное вероисповедание, разного цвета кожи, разная религия, разная национальность, но мы едины. Школьникам напомнили об основных моментах, которые связаны с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018, о доброжелательности по отношению к гостям чемпионата из разных стран. Напомню, шесть матчей Мундиаля пройдет в Сочи на стадионе Фишт. Порядка 90% наказа в избирателю удалось выполнить депутатской группе по третьему избирательному округу в Адлерском районе. Произведены освещение и ремонт дорог, благоустройство улиц, решены и другие социальные вопросы. Территория третьего избирательного округа довольно большая. Это почти весь Адлер. От центра до отдаленных сел, включая Красную Поляну. 13 депутатов выполняют многочисленные просьбы жителей южной и северной части района. Это и ремонт дорог, и обустройство детских площадок, а также благоустройство улиц и мест общего пользования. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми нашими депутатами по всему третьему нашему избирательному округу. В этом году было сделано, в принципе, всеми очень многое. Непосредственно то, что с Константином Анастасовичем мы произвели в центре поселка Орел и Зумруд – это установка урн и лавочек в плане благоустройства территорий. Выполняются наказы в плане дорожного ремонта. Уже произведен ремонт асфальтового полотна по улицам Лазурная, Малиновая и Дачная. В селе Голицыно, например, решили вопрос с освещением улицы Батайская. На эти цели было выделено 150 тысяч рублей. Сейчас депутатская группа Адлерского района совместно с муниципалитетом начала активную работу над программой по ремонту дорог в восьми населенных пунктах округа. Очень важно это благоустройство и ремонт наших основных дорог. Потому что центральная часть сделана. А, допустим, если в Молдовке есть улицы Тимошевская, Ивановская, Липецкая, Форелевая и много в других частях Адлерского района, так же, как и в городе, в сельских особенно частях, нужно делать ремонт. И сегодня депутатская группа Адлерского района, да и, в общем-то, и депутаты города Сочи совместно с нашим муниципалитетом, главой города, сделана программа, которая мы очень надеемся, что она будет выполнена в следующем году и будут отремонтированы эти дороги. На данный момент наказы избирателей по третьему округу выполнены на 90%. Депутатскому корпусу осталось решить точечные проблемы. Все эти наказы будут реализованы до конца года. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.